Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать очень простую выполнение шапочку резиночкой 2х2 на окружность головы 52-54 см. Шапочку можно носить двумя основными способами. Это с внутренним отворотиком на затылочной части, как вы видите, удлиненная макушка, либо же с отворотиком на внешнюю сторону, то есть как классический вариант шапочки с отворотом. По желанию можно шапочку увеличить, либо уменьшить. Я вязала спицами номер 3,5 чулочными, можно также использовать номер 3,5 круговые. И пряжу использовала Ализела Ногол 240 метров в 100 граммах, полушерстяная пряжа. Ссылочку на пряжу я оставлю ниже в описании под этим видео, посмотрите. И на данный размер головы у меня ушло вместе с метеночками, которые я связала под эту шапочку, ровно один моточек. То есть пара метеночек и шапочка это один моточек Ализела Ногол. Ссылку на как сделать метеночки я оставлю под этим видео, ниже в описании, смотрите также. И что касаемо по размеру шапочки в высоту, у меня составляет от макушки до наборочной косички 25 см. То есть основная глубина шапочки 22,5 см плюс 2,5 см на закрытие макушки. И исходя из этого можно варьировать размерчик. Если вы вяжете не спицами и пряжей, которые использую я, то вам нужно будет связать небольшой образец пряжи вашего производителя. Резиночка 2х2 и посмотреть сколько же нужно вам набрать петелек для нужной окружности головы. Для того, чтобы увеличить шапочку на один размер, то есть 54-56, можете набрать 96 петелек. То есть немножечко увеличивая буквально на один рапорт по окружности. Если же размер больше 56, то соответственно можете набрать и 100 петелек. В принципе для размера окружности мужской головы вам нужно набрать 100 петелек, этого более чем достаточно. То есть свыше 56 размера окружности головы. Так как я вязала на девочку, то я украсила брошечкой. И получился такой замечательный наборчик. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Понравилось, не забудьте лайкнуть и присоединяйтесь с вяжем с вами вместе. Для нужной окружности головы мне нужно набрать 92 петли. Это количество петель четко делится на 4 петли раппорта узора резиночки 2х2. Плюс 1 петлю, 93-ю, я наберу для замыкания вязания в круг. Набираю начальные 2 петельки на одну спицу, для того, чтобы не были они растянуты. Затем приставляю вторую и набираю еще 91 петлю. 93 петли набраны и я специально, как вы видите, набирала на 2 пары по половинке. То есть получается у меня набраны половина петель на 2 спицах и вторая половина петель на 2 паре спиц. И теперь нам нужно общее количество петель поделить на 4 спицы, если вы вяжете, как я на чулочных. Если вяжете на круговых, то просто вытаскиваете одну спицу. Итак, обратите внимание при делении, чтобы у вас не были сняты вот эти начальные 2 петельки со спицы. Поэтому я вытаскиваю именно эту спицу, на которой 2 начальные петельки. И визуально делю пополам количество петель на первой паре. То есть не обязательно считать досконально, какое количество петель. При вязании первого ряда вы сможете смело поделить четко на 4 части, каждую из которых переодените на одну спицу. И точно так же с этой стороны делим количество петель пополам. Если вы набирали на 2 спицах, ничего страшного. Просто поделите общее количество набранных петелек на 4 спицы. И теперь берем в руки ту спицу, на которой набранная последняя петля, и ту спицу, на которой набранная первая петля. Возьмите в руку и посмотрите, чтобы у вас не было перекрученная вот эта наборочная косичка. Теперь нам нужно замкнуть вязание в круг. У вас в правой руке находится последняя набранная петля. Хвостик вверх, коротенький, к себе. Сюда вот поправляете. И длинный рабочий хвостик отправляете назад за первую спицу. Теперь нам нужно перенести к последней набранной петельке, первую набранную петельку. Вот эти из двух петель, первую петлю, которую мы набирали на одну спицу. Перенесли. Далее последнюю набранную петельку накидываете на первую набранную. И спускаете полностью с обеих спиц. То есть, смотрите, лишняя петля, которую мы набрали для замыкания вязания в круг, сейчас находится у вас между первой и четвертой спицей. Теперь коротенький краешек ниточки тянем на себя, а рабочую нить от себя. Тем самым затягиваем вот эту последнюю набранную петлю. И возвращаем обратно на рабочую спицу вот эту перенесенную первую петельку. Еще раз подтяните хорошо короткий краешек на себя и рабочую нить от себя. Все. У нас сократилась эта одна лишняя петля для замыкания в круг. Она осталась у нас между работами. И теперь мы сейчас отметим для удобства между первой и четвертой спицей, вот этот промежуточек, где у нас хвостик, отметим булавочкой либо маркером. Для того, чтобы нам потом не запутаться, где начало и конец ряда. Отправляем коротенький хвостик к рабочей ниточке. И буквально первые несколько петелек мы провяжем вместе и рабочей ниточкой, и хвостиком наборочного края. Сейчас при вязании первого ряда мы начнем формировать резиночку 2х2. Первую петельку мы вяжем лицевой. Вторую петельку также вяжем лицевой. Далее третья петля изнаночная, четвертая изнаночная. Эти четыре петли и есть раппорт узора резиночки 2х2. Снова повторяем. Две лицевые. И две изнаночные. Как вы видите, при вязании шестой петли у меня уже закончился вот этот краешек ниточки. Я его уже бросаю за работой. И дальше продолжаю вязать. Чередуя первый ряд две лицевые петли, две изнаночные, две лицевые. Две изнаночные. Как вязать лицевые и изнаночные петельки? Кто не знает, лучше посмотреть отдельное видео обучающее. Там, где показаны, как вязать петельки. Я вяжу самым обычным способом. При этом старайтесь, чтобы каждая из спиц у вас закончилась концом раппорта узора. То есть обязательно, чтобы на каждой спице у вас количество петель делилось на 4. Можно брать, допустим, произвольное количество раппортов на каждой спице, если вам так удобнее. Но обязательно, чтобы заканчивалась спица двумя изнаночными, а начиналась двумя лицевыми. Для того, чтобы потом в дальнейшем у вас сложились красивыми ровными петельками ваш раппорт узора. И теперь как раз таки подошло время, что я отмечу булавочкой начало-конец ряда. То есть там, где мы начали с вами вязать в 2 ниточки начальные петельки, там я отметила булавочкой. И теперь, провязав первую спицу, еще 3 спицы нам нужно довязать до булавочки, чередуя 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Довязали до конца первый ряд, и если у вас на 4 спице ряд закончился двумя изнаночными петельками, значит по всей окружности вы распределили петельки правильно. То есть раппорт узора у нас 4 петли, которые между собой чередуются, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 раппорт, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 раппорт. И то есть концом раппорта двумя изнаночными у вас закончилась последняя четвертая спица. Все правильно. Теперь по сформированному первому ряду мы будем продолжать вязать все последующие ряды на протяжении всей высоты вязания шапочки до закрытия макушки. То есть первые 2 петли у нас это лицевые. Захватываем за ближайшие стеночки и вяжем первую лицевую, затем вторую лицевую. Дальше изнаночные я буду вязать за дальние стеночки. Нить перед работой и за дальнюю стеночку вывязываю первую изнаночную, и за дальнюю стеночку вторую изнаночную. Если вы будете точно так же вязать лицевые за ближайшие стеночки, а изнаночные за дальние стеночки, тогда у вас будут красиво ложиться петельки красивыми ровными косичками, не перекрученными. Если у вас вот здесь вытаскивается ниточка, то подтяните краешек наборочной вот этой ниточки и все станет на свои места. Она у нас уже заправлена, поэтому при желании можете, провязав несколько рядочков, уже отрезать вот этот хвостик. Он у вас не будет вытаскиваться и ниточка, как вы видите, наборочного края заправлена. А вот эта булавочка у меня будет служить началом-концом всех последующих дальнейшем провязанных рядочков. И теперь продолжаем. Вяжем над лицевыми петлями лицевые, то есть две лицевые, над двумя изнаночными, две изнаночные. И вот так повторяем до конца второго ряда. Две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. И обратите внимание, что, как я и говорила, я буду каждую спицу заканчивать двумя изнаночными, а начинать двумя лицевыми. У нас будут красивыми ровными косичками ложиться крайние петельки, как с одной стороны, так и с другой стороны, так как я вяжу на чулочных спицах. При вязании на круговых спицах там просто вяжете по спирали, по кругу. Связав первый ряд, переходите ко второму. Вот сейчас я, связав второй ряд, покажу вам, как начать третий ряд. Он будет аналогично вязаться второму ряду. Связав до конца второй ряд, третий ряд вяжем точно так же, как вязали второй ряд. За ближайшие стеночки вяжем в начале ряда две лицевые петли, затем вяжем две изнаночные за дальние стеночки. Снова две лицевые за ближайшие стеночки, две изнаночные за дальние стеночки. И так продолжаем вязать до тех пор, пока не свяжем полностью высоту шапочки. То есть у нас должна получиться глубина шапочки полностью до закрытия петель макушки. Вот так вяжем. Посмотрите, уже четко виден наш рисунок резиночки. Красивая наборочная косичка, набранная изначально. И дальше идут такие вот красивые столбики из двух лицевых петелек. Две изнаночные петельки служат нам как бы таким вот промежуточком между вот такими столбиками. Я думаю, что узорчик очень простой для выполнения. Поэтому продолжаем дальше вязать над лицевыми петлями лицевые. Обязательно вяжите за ближайшую стеночку переднюю, для того, чтобы красивые вот такие косички получались. Точно так же и изнаночные вяжите за дальние стеночки. Тогда у вас получится и с изнаночной стороны непереквеченные вот такие вот красивые ровные петельки. Продолжая вязать резиночку 2х2, я связала вот такой вот чулочек высотой в 22 см. У меня даже получилось, если быть точной, 22,5 см высота. И сейчас напротив вот здесь вот нашей булавочки между четвертой и первой спицей мы начнем делать первый ряд убавления для закрытия петель макушки. Итак, рапорт узора у нас составляет 4 петли. Сейчас мы будем убавлять на одну петлю в каждом рапорте. То есть 2 лицевые мы провяжем без изменения. У нас 2 лицевые так и продолжатся. А вместо 2 изнаночных мы будем уже вязать 1 изнаночную. То есть 2 изнаночные, каждые в этом ряду, мы будем провязывать вместе 1 изнаночной петлей. Итак, вяжем 2 лицевые без изменения за ближайшую стеночку. Точно так же. А дальше 2 изнаночные нам нужно будет вязать вместе 1 изнаночной. Первый способ это просто ниточка перед работой и 2 вместе изнаночные вяжем 1 изнаночной. Для того, чтобы красиво повернуть и с изнаночной стороны вот эту косичку нашу, то есть делать аккуратное убавление, то я дальние стеночки вот так вот переснимаю 2 изнаночные на правую спицу и возвращаю. То есть я как бы дальние стеночки повернула вперед и лишь после этого вяжу 2 вместе 1 изнаночной петлей. У нас теперь раппорт узора составляет 3 петли. 2 лицевые, 1 изнаночная. Дальше повторяем. 2 лицевые вяжем точно так же без изменения. За дальние стеночки переснимаем 2 изнаночные последующие и возвращаем на левую спицу. Дальше вяжем 2 вместе изнаночные, 1 общей изнаночной. Опять 2 лицевые. 2 вместе вяжем, поворачивая за дальние стеночки, 1 изнаночной. И так я буду чередовать до конца ряда, пока у нас не станет всего по 3 петли в каждом раппорте узора до конца ряда. Довязали первый ряд убавления и в каждом раппорте, убрав по 1 изнаночной петле, мы убрали в этом ряду 23 петли по всей окружности. Второй ряд мы свяжем по рисунку. То есть у нас идут 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная. Обязательно изнаночную продолжаем вязать за дальнюю стеночку. 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. То есть как ложатся петельки, так и вяжем до конца этого ряда. Довязали до конца второй ряд, в третьем ряду снова ряд с убавлениями. И так и будем дальше вязать. Ряд с убавлениями, ряд просто по рисунку, ряд с убавлениями, ряд просто по рисунку. И вот в третьем ряду, где мы будем делать убавления, будем вязать вот так. Смотрите, 1 лицевая из 2 вяжем просто лицевой, дальше 2 лицевую мы снимаем на правую спицу И поворачиваем вот этой дальней стеночкой вот так вот вперед. То есть поворачиваем косичку с наклоном в левую сторону. И дальше вторую лицевую и изнаночную петлю за дальнюю стеночку вяжем вместе одной лицевой. И у нас вместо двух лицевых одной изнаночной получается всего две лицевые. И снова раппорт узора у нас сокращается на одну петельку. А значит мы в этом ряду снова сократим наши 23 петельки. И совсем у нас не будет больше изнаночных петель. Снова повторяем. Одна лицевая. Дальше вторую лицевую поворачиваем вот так вот косичкой в левую сторону с наклоном. И вместе с изнаночной лицевую вяжем за дальнюю стеночку одной лицевой. Снова лицевая. Разворачиваем лицевую вторую. И за дальнюю стеночку вяжем вместе с изнаночной одной лицевой. Посмотрите, мы связали 3 рапорта и у нас абсолютно нет между лицевыми и изнаночных петель. Дальше так и продолжаем. Вяжем лицевая, вторую лицевую поворачиваем и вместе с изнаночной вяжем одной лицевой петлей. Лицевая и вторая вместе с изнаночной также идет лицевая. Вот так чередуем до конца ряда. Довязав до конца третий ряд, посмотрите, в четвертом ряду у нас вовсе полностью сократились все изнаночные петельки. Следовательно, нам следующий четвертый ряд нужно провязать просто лицевыми петлями. Этот ряд мы просто закрепляем, скажем, предыдущий ряд убавления изнаночных петель. Просто все петли лицевые, которые я, как и прежде, продолжаю вязать за передние стеночки, для того, чтобы не нарушался узор красивой лицевой косички. Пятый ряд это ряд с убавлениями, поэтому сейчас мы будем попарно провязывать по две лицевые вместе одной лицевой. Для того, чтобы продолжалась красивая косичка убавления, я буду заводить спицу за каждую вторую петлю. Вот так вот. Не просто вязать за дальние стеночки две вместе, а за именно передние стеночки, захватывая каждые две петли, провязывать попарно. Для того, чтобы, смотрите, у нас наклон шел в правую сторону, вот так вот две вместе я вяжу лицевой. И у нас вот как бы красивое убавление идет с наклоном в правую сторону. Провязали первую пару, затем захватываем вторую пару, третью пару. И таким образом мы сокращаем петельки снова в два раза. То есть петли для убавления макушки у нас снова сокращаются. Продолжаем сокращать по одной петле в каждом рапорте. И всего у нас останется из петель четырех каждого рапорта одна петелька. Довязав до конца пятый ряд, в шестом ряду мы снова свяжем просто петельки лицевые по кругу. Так как у нас из рапорта четырех петель изначальных сейчас убавилось до одной петли, то следовательно у нас должно по кругу получиться 23 петельки. То есть такое же количество, которое было изначально набрано рапорта по кружности головы. Вот по одной петельке осталось. И так мы их и провяжем просто лицевыми петлями за ближайшие стеночки по кругу без изменения. То есть шестой ряд мы продолжаем вязать просто без изменения по рисунку все петельки лицевые. Седьмой ряд это ряд с убавлениями. Поэтому мы повторим сейчас пятый ряд и попарно, заводя за вторую петельку, вот так вот, за передние стеночки будем вязать попарно две вместе одной петлей лицевой. Так как здесь нечетное количество в этом ряду петелек, то следовательно последнюю петлю мы просто провяжем одной лицевой без пары. И для удобства я предлагаю вам, начиная с этого круга, провязывать, уменьшая количество спиц по кругу. Допустим оставить не четыре, а три рабочие спицы и четвертая ходовая. Это для того, чтобы вам в дальнейшем удобно было просто провязывать, потому что количество петель с каждым рядом уменьшается. Соответственно вам будет не очень удобно много рабочих спиц по кругу. Довязали седьмой ряд убавления и восьмой ряд. Это у нас просто ряд вязания по рисунку петелек. Поэтому сейчас мы наши оставшиеся 12 петель провяжем просто лицевыми петель. Как бы закрепим предыдущий ряд убавления. Как вы видите, с тремя спицами по кругу гораздо удобнее, чем было бы четыре, так как количество петель на каждой спице всего по четыре петли. И довязав этот ряд до конца, мы будем стягивать наши петельки, стягивать нашу макушку. Довязали по кругу все петельки лицевые. И теперь смотрите, первую петлю следующего ряда вяжем лицевой. Затем возвращаем ее обратно на ту же спицу, как бы провязанную лицевую. И поочередно переодеваем на нее все петельки на спицы, спуская полностью с работы. Смотрите, первую протянули, сняли, вторую протянули, сняли и третью протянули, сняли. У нас осталась всего лишь первая лицевая петелька, которую вернули в работу. Убираем одну спицу освободившуюся, переносим петельку на следующую спицу. И снова поочередно со следующей спицы спускаем каждую петлю на вот эту рабочую, первую провязанную лицевую. Вот так. И точно так же на третью спицу. Можно, конечно же, собрать все петельки крючком, как бы протянуть сквозь все петли рабочую ниточку. Ну, вот такой вот способ. Он очень удобный и получается очень аккуратно. В итоге можете эту рабочую, первую лицевую петлю немножечко подтянуть. Для удобства также можете переодеть на крючок эту спицу. И затем сделать такую вот затяжку. То натягиваете рабочую ниточку, то натягиваете петлю на крючке. Снова рабочую ниточку и петлю на крючке. До тех пор, пока у вас по центру не будет вот здесь дырочки. Здесь дырочка никакая не должна быть. Посмотрите. И теперь делаем две воздушные петли. Хорошо затягиваем первую воздушную петлю. Хорошо затягиваем вторую. Привытаскиваем ниточку. И можете смело отрезать. Оставим небольшой хвостик. При этом макушечка у нас получается, посмотрите, очень аккуратная. Не стянутая. Как по мне, это, скажем, один из лучших способов перехода резиночки. Вот в такую вот макушечку вязания лицевой глади. И в итоге получается красивая и аккуратная вот здесь вот шапочка. Она имеет вот такой чулочкообразный вид. И нам остается лишь только, отрезав хвостик, вывернуть на изнаночную сторону и спрятать с изнаночной стороны вот этот наш оставшийся хвостик. И получается вот такая красивенькая, аккуратненькая наша шапочка. Спрятали макушку. Теперь снимаем нашу булавочку. И все благодаря тому, что мы сразу же вязали наш краешек ниточки. Прятать ничего не нужно. Все абсолютно красиво, аккуратно. Единственное, что если вы делали присоединение какого-то, допустим, моточка. Ну, к примеру, вязали не сплошным моточком, как я, а, к примеру, делали соединение. То не забудьте спрятать с изнаночной стороны вот эти присоединения. И теперь нам остается лишь только, допустим, украсить брошечкой какой-то. По желанию можно, конечно же, оставить более в таком спортивном виде. И носить ее также можно как с отворотиком назад, вот так и с отворотиком наверх. Это уже, опять же, зависит от вашего желания. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, было интересно. И не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.